Вы не первый год участвуете в форуме Адама Смита. С чем связано такое длительное сотрудничество? Что вы находитесь в этом сотрудничестве для себя, для компании? Вы знаете, площадок с таким уровнем репрезентативности. Вот сейчас, наверное, начинается новая сессия, и на ней можно посмотреть все-таки, фактически, на режим «Кто есть кто» в российской фарминдустрии, а также увидеть, пожалуй, большинство международных компаний, которые на этом рынке работают. То есть уровень репрезентативности не сопоставим с ни одним другим мероприятием подобного формата. Какие-то сенсации будут объявлены в рамках форума с вашей стороны? Надеюсь, нет. Вы знаете, я вообще противник сенсаций. Я считаю, что любые сюрпризы, они просто показывают невысокий уровень или невысокое качество планирования. Тем не менее, еще раз хочу сказать, что форум – это, конечно, в первую очередь площадка для диалога, а также для увеличения собственной компетенции за счет возможности пообщаться с людьми умными, опытными, профессиональными. Возвращаясь к бизнес-теме, к теме именно компании, как она себя чувствует, «Эрфарм» начинал как оптовая компания, наверное. Сейчас компания сделала очень серьезный шаг в сторону производства и, более того, очень активно занимается разработкой новых, ну, участвует в разработке новых каких-то молекул, новых препаратов, введения этих препаратов на рынок. Как вы для себя вообще видите, вот что такое «Эрфарм»? «Эрфарм» – это компания, которая появилась на свет почти 13 лет назад, и я был и отцом, и матерью всей компании. Это мое детище, которым я горжусь, потому что она давно переросла, родители. И я верю в то, что «Эрфарм» будет той самой первой компанией, топ-20 с российскими корнями, которая рано или поздно у нас появится. Я надеюсь, что не единственной. «Эрфарм» действительно рос как бы не как дерево от корней к листьям, а, наверное, наоборот, от листьев к корням. То есть мы сначала, будучи, безусловно, ограничены в ресурсах и, будучи, обладая наглостью и добрыми такими амбициями роста, не имели достаточного уровня материального обеспечения для реализации этих амбиций. Поэтому начинаем, наверное, с вещей более простых. Но, знаете, важно хорошо делать все вещи, включая простые. И так оказалось, что умение слушать потребителя, вот эта там customer-centricity, оказалось именно тем, что позволило «Эрфарму» создать профессиональную команду и занять ту позицию, которая у нас есть сейчас. Мы лидер на specialty care market в России, такой с долей стремительно приближающейся к третьей рынке. И мы, конечно, считаем залогом успеха наш фокус на клиенте, то есть клиентаориентированности. Таким образом, поняв и почувствовав, что нужно заказчику, а заказчик для нас – это не только система здравоохранения и клиники, и, соответственно, врачи, и, как следствие, пациенты, но и наши партнеры – поставщики лекарственных средств на том этапе, теперь провайдеры технологий. Мы постарались научиться говорить с ними на одном языке, научиться их слушать. Знаете, у меня в этом плане приходит в голову такой очень интересный, можно сказать, почти анекдот. Это когда мы ездили на российско-сингапурский бизнес-форум, там была презентация одного из регионов, один из наших губернаторов, уважаемых, очень рассказывал об инвестиционном потенциале своей территории основатель Сингапура, господин Ли Кван Ю. Ну и, под конец, я говорю, ну вот вы видите, вот наш регион по населению почти как Сингапур, вот все у нас, ну, в общем, ничего не хуже. Вы знаете, ну вот, а что же нам все-таки сделать, чтобы у нас инвестиционный климат был такой же, чтобы инвесторов у нас было не меньше, и чтобы вообще у нас все было не хуже? Такой вежливый, пожилой Ли Кван Ю сказал, знаете, может, по-английски для начала говорить научитесь. Презентация делалась на русском. То есть надо уметь соответствовать ожиданиям твоего партнера, твоего заказчика и уметь строить свою стратегию в соответствии с тем запросом, который оттуда идет. Потому что очень часто у нас появляются продукты, инновации, которые никому не нужны, или строятся заводы, которые стоят пустыми, но ровно потому что на них нечего производить. И поэтому то, что AirFarm рос от рынка к увеличению добавленной стоимости, генерируемой внутри компании, это, наверное, сформировало наше определенное конкурентное преимущество. Потому что на каком-то этапе мы поняли, что нам уже по силам обеспечить наряду с дистрибьюцией market access, продвижение, потом мы добавили регуляторную функцию, потом мы осмелились построить завод, но мы старались сделать его таким, чтобы это было лучшее решение на рынке, чтобы зеленый свет со стороны TECOPS международных компаний был очевидным и не вызывающим ни у кого вопросов. Ну и на этом этапе уже сейчас, конечно, основная часть нашего внимания это фокус на нирах и неокрах, на исследованиях и поиске новых продуктов. Параллельно с этим мы начали развивать траекторию по выходу компании на международные рынки. И это сейчас, наверное, занимает у меня большую часть моего времени. Так же любопытно, но, наверное, как начинать бизнес с нуля. Вот действительно компания идет таким широким фронтом. Вы упомянули, что активно сейчас работаете над выходом на зарубежные рынки. Что это за рынки? В каких направлениях вы работаете? Из того, что уже сделано, Эрфарм имеет сейчас две дочерние компании в Соединенных Штатах. Причем в этом году мы наряду в добавлении к имевшейся компании, в первую очередь занимающейся разработками, добавили коммерческий такой инструмент, цель которого подготовить для нас платформу для вывода наших препаратов на американский рынок. А это американский рынок самый большой с точки зрения размера. И в том числе формирует эту экспертизу, компетенцию. Мы идем по пути приобретения брендов, которые на этом рынке уже есть. Скоро мы, надеюсь, получим первые хорошие результаты. У нас очень сильная команда в Соединенных Штатах. Наряду с этим большой очень приоритет в развитии компании – это регион Ближнего Востока, Северной Африки, ну и Турции. Поэтому в Турции у нас есть своя дочерняя компания. Мы начали строительство нового завода в Турции, биотехнологического. Это один из таких хороших примеров масштабирования стратегии «Фарма-2020» и стратегии «Фарма-2023», которые есть в Турции. Мы фактически пытаемся там повторить те наработки, которые реализовывали здесь, в России. Мы сейчас закрываем сделку по приобретению на одно из крупнейших производственных предприятий в Германии. И это предприятие будет для нас выходом сразу на несколько интересных направлений. Это, во-первых, направление… Ну, то есть, это выход на европейский рынок как таковой через немецкий завод. Это выход на рынок СМО, контрактного производства. Потому что мы его покупаем у компании первой пятерки большой фармы с обязательством продолжать глобальное производство. Это именно речь идет о заводе, о каких-то производственных мощностях? Это да, у нас больших производственных активов. Идет ли речь о покупке каких-то торговых марок, брендов? Нет. В этой сделке. Эта сделка – это производственный проект. Но, естественно, заполнение этой площадки будет в том числе и через приобретение брендов. Дальше мы продолжаем свою работу на рынках Азиаско-Тихоокеанского региона. То есть, у нас есть сейчас большая компания в Японии. Она была сделана в первую очередь, чтобы поддерживать кооперацию с университетами. В первую очередь с Ногойским университетом, где мы делаем совместный проект ранних исследований. Но мы, конечно, понимаем, что без японского рынка нам тоже не обойтись. Рядом встает страна Азиаско-Тихоокеан. Не забываем мы про Китай. И шанхайский визит президента Российской Федерации открыл новую страницу российско-китайским отношениям. Я искренне верю, что это будет касаться не только энергетики, газа, нефти, но и более диверсифицированного спектра социальных продуктов и возможностей. То есть, в целом, рынок Латинской Америки мы сейчас ставим себе как один из первых приоритетов. Мы рассчитываем сейчас, в том числе в рамках ближайшего саммита BRICS, окончательно сформатировать свое партнерство с латиноамериканскими компаниями. Причем, еще раз, с фокусом не только на Бразилию, которую уже привычно, наверное, всем слышать, но Мексику, Чили, Перу, Аргентину. То есть, на целый ряд тех рынков, где пока российских компаний, в принципе, нет. Делать, конечно, это одновременно достаточно сложно технологически, именно в силу просто дефицита времени и человеческого ресурса, но это неизбежно, потому что, если ты не будешь ориентировать свои продукты и технологии на широкую когорту потребителей, то есть на весь мировой рынок или на его значительную часть, говорить про возврат своих инвестиций, к сожалению, будет очень сложно. То, что мы обсуждали сейчас здесь на панели в рамках фармацевтической конференции Дам Смита. Это математика, собственно. Скажите, вот есть у вас достаточно много проектов, вы упомянули сотрудничество с японскими разработчиками, есть проект с Хемрар, насколько мне известно. Вот в этих, ну, есть масса других проектов, связанных именно с инвестициями в некие разработки. Вот в этих инвестициях все-таки больше желание загрузить собственные существующие производственные мощности новыми какими-то потенциально интересными разработками, или это, в свою очередь, просто некие инвестиции, которые могут быть потом проданы или каким-то образом превращены в деньги? Ну, еще раз, AirFarm всегда с самого начала исповедовал стратегию зарабатывать не на раннем выходе из проекта или даже не на прохождении какой-то критической фазы с последующей капитализацией через продажу продукта. Мы старались всегда доводить продукт до рынка. И, в общем, на текущий момент нам хватает на это финансовых ресурсов. Поэтому пока, что называется, деньги не кончатся, мы будем стараться сами делать то, во что мы верим. Конечно, на определенном этапе возможно, что мы будем искать партнеров на тех или иных рынках для своих инновационных продуктов. И в том числе использовать их ресурсы, рычаг для софинансирования каких-то разработок. Ровно так же, как на самом деле сейчас большая фарма и большая биотеха делают, выходя на рынки, на быстрорастущие рынки, такие как Россия. Например, у нас есть партнерство с Amgen, в рамках которого мы софинансируем их исследования в обмен на региональные права на продукты. Такого же рода партнерство есть, на самом деле, и с Мерком, и еще с рядом компаний. Это, в общем, уже классика, классика жанра. Если говорить просто про загрузку заводов, еще раз, мы фармацевтическая компания. Производство – это одна из важных частей процесса. Это, естественно, добавленная стоимость, это наша экспертиза. Но все-таки фарма, она вся вокруг продукта. То есть вся основная стоимость компании именно в продуктовых активах. Вы в том числе объявляли некоторое время назад о том, что в Ярославле будет создано предприятие по производству сырья, собственно, субстанции для фармпроизводства. Какова сейчас судьба этого проекта реализуется? Под крышей идет финальное дооснащение проекта оборудованием. Мы рассчитываем, что уже в конце этого года мы начнем какую-то валидацию. То есть задача за следующий год его запустить, ну и начать коммерческую эксплуатацию в 2016 году. Более того, одновременно мы, по-видимому, начнем еще и вторую фазу этого проекта в силу того, что сейчас рынок больше мотивирует компании к созданию полного цикла производства. И сейчас, по крайней мере, и на форуме обсуждаются возможности дополнительных инсентивств, мотиваций для инвестиций в производство субстанций, ресурсной базы для фармотрасли. Ну, естественно, больше, еще раз говорю, больше мотивации, более агрессивные бизнес-модели. Соответственно, мы в это и так инвестировали. Но теперь мы, наверное, будем это делать быстрее и еще более масштабно. Ну, наряду с... Это касалось нашего проекта «Фармаславль». Мы начинали, в общем, в партнерство с Хемраром. Сейчас мы потихонечку увеличиваем свою долю и там планируем, наверное, все-таки со временем сделать это. Это проект «Мэрфарм». Именно в силу того, что чем ближе к коммерческой реализации проекта, тем, наверное, больше желание у наших партнеров капитализировать свои результаты, а у нас больше готовности инвестировать в процесс. Наряду с этим у нас есть проект по производству субстанций для биотехнологических продуктов. Он свой, он, в общем, наша большая гордость. И здесь мы уже сейчас активно производим продукцию для своих клинических исследований. Вот-вот рассчитываем, что это перейдет в фазу производства для коммерческих серий. Если говорить о проекте по субстанциям, все-таки ориентир больше этого проекта на собственное производство или он будет работать и с другими производителями, кто готов будет приобретать? Это отдельные проекты. То есть это не какой-то эксклюзив для потребностей портфеля «Арфарма». И мы, конечно, собственно, как во всем, мы считаем, что если у тебя есть компетенция, которая востребована и которая рынку нужна, мы ее с удовольствием готовы на адекватных условиях предоставлять тем, кто проявляет к ней интерес. Это касается, на самом деле, дистрибьюции, это касается продвижения. Мы не только продвигаем свою продукцию и еще раз считаю, что и не только дистрибьютируем свою продукцию, у нас до сих пор больше половины объема продаж – это third-party products. То же самое касается производства, но просто еще раз хочу сказать, что поскольку мы непрофильные CMO, по крайней мере, до текущего момента, мы, наверное, может быть, не очень дешевы с точки зрения конкурентного предложения здесь. Потому что мы всегда были нацелены на свои продукты. Это позволяло нам тратить, может быть, чуть более смело на технологии, обеспечивающие безопасность, экологичность и высокий уровень такой продвинутости именно технологической. Поэтому, наверное, сравнивать нас, как CMO, с какими-то конкурентами в Индии или Китае будет чуть-чуть некорректно, потому что мы будем дороже. Тем не менее, если кто-то готов платить за качество, мы готовы заниматься для партнера и оказанием сервисных услуг. Это идеальная модель для меня всегда, это стратегическое партнерство, которое основано не на услуге за плату, а которое основано на принципе совместных инвестиций в проект и последующего распределения и рисков, и потенциальных результатов этой деятельности. Ну и так об общественной деятельности? Для меня достаточно важно, чтобы общественной деятельностью занимались люди, которые обладают действительно экспертизой, чтобы мы все-таки искореняли количество, беспредельное количество голословных каких-то заявлений и были сфокусированы на работе профессиональной, системной. Я абсолютно уверен, что российский бизнес в любой индустрии, в фарме в том числе, может сказать свое слово, быть услышан обществом, государством и изменить среду, в которой мы работаем, ну собственно и живем, и заменить нашу страну к лучшему, и внести свой вклад, серьезный вклад в конкурентоспособность российской экономики. Она складывается из конкурентоспособности предприятий. Мы хорошо понимаем, каждый из нас, что можно сделать лучше, и по мере того, как лучшие практики масштабируются от индустрии к индустрии, от региона к региону, мы растем, растем вместе со своей экономикой, растем вместе со своей страной. Я в это верю. Есть ли в этом персональная мотивация экономическая? Конечно, наверное, да. Да, общественная работа, она призвана улучшить ситуацию в стране в целом, но когда в стране и в экономике жизнь лучше, компания тоже чувствует себя более уверенно, растет ее капитализация, растут ее возможности по выходу на внешние рынки. Мы становимся сильнее и идем более уверенно к своим целям. Есть ли персональные амбиции в попытках сделать мир другим? Для любого, я считаю, человека очень важно видеть результат своих усилий. И мне повезло, что у меня много друзей, которые разделяют мою философию, мой взгляд на вещи, и вместе мы пытаемся сделать то, во что мы искренне верим. При этом, еще раз хочу сказать, я думаю, что комбинация общественной позиции и работы в реальном секторе – это очень хорошая практика, потому что люди, уходящие за головой в общественную жизнь, часто теряют связь с реальностью и перестают быть теми самыми экспертами, которыми являлись в начале своей общественной карьеры. Вот здесь нужно быть очень осторожным. Примеров таких мы знаем немало. Да? Благодарю вас за интервью, спасибо.